Это Илья Варламов, ах ты сволочь такая, получай за своё Путина. Ты думаешь, я твой хейтер? Он не собирается у вас нелегально работать, он не собирается устраивать какие-то диверсии, теракты. Шпионит за вами, он не будет садиться на ваши пособия. Вот это экономическое чудо, то, что сейчас в России происходит, во многом это было создано руками тех самых европейцев, которые много говорили про важность борьбы с Россией. Я был в Париже, там насрано! Денег в России много, на короткой дистанции ты можешь заработать. На длинной дистанции самоизоляция действует деструктивно. Это, мне кажется, главное управлять упущенные возможности. Ничего не замечают, живя в России, пока какой-нибудь дрон не прилетает в Москва-Сити. Беспредел, он касается каждого. У тебя черная душонка, поэтому ты видишь все только плохое. Мне кажется, если через век мы человечество друг друга не уничтожим, не взорвем, и хоть как-то сохраним нашу планету, это уже будет успех. Не унывайте, пацаны! Привет, друзья, меня зовут Ярослав Бабушкин, это Непарбцы. Сегодня с нами на связи один из первых российских блогеров, старожил Ютуба, урбанист, журналист и предприниматель Илья Варламов. Илья Варламов начал блогерскую деятельность задолго до того, как этот труд стало возможно успешно монетизировать. В 2000-е он вел блог в ЖЖ, вы еще помните такой? Там он выкладывал свои репортажи о социальных и политических событиях и урбанистические заметки. Давай нам уже урбанистику покажи, что такое хорошо, что такое плохо. Наш герой давно в предпринимательстве, еще будучи студентом Московского архитектурного института, он организовал компанию, которая позже превратилась в рекламно-девелоперское агентство с миллионными оборотами IQ. Илье его высшее образование пригодилось, урбанистика всегда занимала значительное место в его блогах. Тут тактильная плитка, одна правда отвалилась, но неважно. Что самое интересное, они сделали тактильную плитку из пластика. Это такой супер скользкий, супер скользкий материал, что если кто-то слепой, то он должен быть и хромой. Но не урбанистика едины. Сейчас у Варламова множество разнообразных проектов на ютубе. Илья снимает интервью, новости, выпуски про разные страны, исторический контент и многое другое. Каждый месяц он выкладывает в среднем 16-17 выпусков. Поверьте, нам это очень много, такой объем говорит о большой команде. Мало кто на ютубе делает что-то подобное. Здесь обычно нормально для блогера, скажем, что-то раз в неделю или несколько раз в месяц. На основной ютуб-канал нашего героя подписано более 4,5 миллионов человек. На страничку в запрещенной соцсети 1,3 миллиона, в телеграме более 300 тысяч. По данным за 2021 год, стоимость рекламы на ресурсах Варламова доходила до 4 миллионов рублей за проект. По подсчетам Forbes, публичные проекты в том же году приносили Илье около 115 миллионов рублей выручки и порядка 70 миллионов прибыли в год. Я не буду хвастаться часами, машинами, у меня нет машины, живу в съемной квартире, такой вот бизнесмен. Блогер чего только не пробовал в бизнесе, запускал свою доставку, строил велобизнес и даже продавал елки. Почему сейчас живые елки, разве можно рубить, рубить бедное деревце, это же жестоко. Это занятие, кстати, по его словам, приносило около 5 миллионов рублей прибыли в сезон. Искусственные елки делают несчастные китайские детишки на фабриках, поэтому покупая искусственные елки вы поддерживаете рабство. В 2023 году Министерство юстиции признало Варламова иноагентом. Сюрприз, да, вот это не то, что там снег на голову, как-то так там, я иноагент. Сейчас Илья называет себя кочевником. Вот все, что у меня есть, все, что нажито непосильным трудом, помещается в рюкзачок и чемоданчик. Он путешествует по миру, но иногда заезжает и в Россию. Правда, времени здесь он проводит сильно меньше, чем раньше. О новой базе и деталях личной жизни предпочитает не распространяться. Не форцы. Глобально, что изменилось в твоей жизни за последние полтора года? За последние полтора года мало что поменялось в моей жизни, потому что я всегда много ездил, у меня бесконечные командировки, поездки и так далее. Вот я сейчас даже могу посмотреть. С января этого года у меня 37 разных стран и уже 100, 102, по-моему, или 103 перелета. Летим в Мьянмуо? Друзья, я в Филадельфии, это Венгрия. За моей спиной Паттайя. Давайте посмотрим, все ли в Катаре так хорошо. Снова на Бали. Это Восточный Берлин. Я приехал в Эритрею. Каждую неделю какая-то новая страна, во многие из этих стран я постоянно еще возвращаюсь. Такой образ, формат жизни и ритм, он не возник у меня полтора года назад. Я так живу уже много-много лет. Я много лет постоянно с чемоданом перемещаюсь по миру, я сплю в самолетах и в отелях. Я такой вот как кочевник. Для меня сильно, принципиально, ничего не изменилось. Из таких изменений, наверное, то, что коснулось большинство людей, я стал тратить очень много времени, сил и денег на решение каких-то бюрократических вопросов, которые раньше меня не касались, все было легко и просто. Теперь, да, ты должен всякие там, не знаю, какие-то налоговые резидентства, счета в разных банках иностранных. Никогда у меня не было этих счетов, я даже не думал, что я буду их к нам открывать. Тратишь, не знаю, процентов 10-20 всего своего ресурса на то, чем раньше бы ты никогда не занимался. Это не очень хорошо, но опять же, все эти сложности и проблемы, даже неловко про них говорить на фоне того, с чем сталкиваются другие люди. Поэтому, ну, на эту тему жаловаться мы не будем. Ты можешь назвать себя иммигрантом или нет? Нет, не могу, потому что я никуда не переехал. У меня нету какой-то там регистрации, там прописки, где-то другой, кроме как в России. Смотри, я могу себя назвать кочевником, который в настоящий момент себя не идентифицирует ни с какой страной, ни с какой юрисдикцией. И пока я не собираюсь там где-то бросать якорь, покупать какую-то недвижимость, делать себе какой-нибудь вид на жительство. Ну, есть какое-то количество там необходимых документов в плане этих жительств и видов. Но они нужны исключительно с точки зрения открытия счетов. Ну, к примеру, если ты хочешь открыть счет в дубайском банке, тебе надо получить вид на жительство в Дубае, чтобы открыть счет. Но понятно, что в Дубае я жить не собираюсь, и это сделано просто для банковских операций. А чем закончилась история с твоим паспортом туркменистанским? Это шутка была, почему-то все так серьезно восприняли. Все, я понял, что шутить мне нельзя, моя карьера в стендапе, она закончилась не успев начаться. Я там был в 2016 году, после того, как я написал репортажи о том, что происходит в Туркменистане, мне моментально заблокируют туда въезд, я попал во все черные списки, там заблокирован мой сайт. И я думаю, если я туда приеду, то единственный вопрос, который может быть, это меня сразу повесят или будет суд. Представь, я бы выложил паспорт Северной Кореи и сказал, я решил найти Тихую Гавань, и теперь я гражданин Северной Кореи. Ну все поржали бы, потому что никому не надо объяснять, что паспорт Северной Кореи навряд ли кто-то хочет получить, особенно такой человек, как я, который сторонник либеральных взглядов, свободы и всего остального. Навряд ли я получил паспорт Северной Кореи, и все просто бы посмеялись. Туркменистан хуже, чем Северная Корея. Но почему-то, когда я выложил паспорт Туркменистану, меня начали поздравлять, спрашивали, как ты получил этот паспорт, как ты получил это гражданство. Я не получал, и это была шутка. Это была шутка, которую, к сожалению, не все поняли. А вообще какой-нибудь паспорт думаешь получать? Ты знаешь, сейчас отовсюду идет какая-то реклама каких-то, я не знаю, там, в Мануату, еще кого-то. Смотри, для меня паспорт и вообще все бумажки, все остальное, это что-то такое, оно не имеет для меня какого-то значения. Для меня паспорт не представляет какого-то сакрального такого смысла, как, знаешь, кто-то его рвет, выражая свое несогласие. Кто-то, наоборот, молится, целует и какую-то клятву дает, еще что-то. Это какие-то ритуалы бесконечно далекие от меня. Для меня паспорт и любая бумажка это просто исключительно какие-то вещи, которые позволяют тебе по миру перемещаться. Я бы с радостью отказался от всех на свете граждан с паспортов и всего остального, если бы мне дали какой-то паспорт Человека мира. Я вот жду, когда кто-то придумает какую-то систему, чтобы был паспорт нормального человека, где было бы написано, что это Илья Варламов. Он не собирается у вас нелегально работать. Он не собирается устраивать какие-то либо диверсии, теракты и все остальное, там шпионит за вами. У него есть деньги, чтобы себя обеспечить, он не будет садиться на ваши пособия, чего боятся разные страны. Он не будет кидать окурки мимо урны и вообще курить не будет у вас. И все, дайте мне какой-нибудь проездной документ и окей. Пока с этим справляется российский паспорт. Если, конечно, будет возможность получить какой-то классный универсальный документ, с удовольствием бы его получил. Относительно гражданств, ну, пока не очень вижу в этом смысл, потому что все гражданства, которые легко получаются, они, по сути, мало чем отличаются от российского. Какие-то ребята сейчас начали получать турецкие паспорта, там можно, купив недвижимость, получить сейчас турецкое гражданство. Потом они вдруг узнают, что в турецкий паспорт визы американский, европейский ставится хуже, чем русский. Спрашивается, зачем получали? Окей, у вас теперь турецкий паспорт, и что? Легче тебе стало с этим турецким паспортом? Тебе не надо никак специально настраиваться на работу, какие-то там черты быта тебе не нужны, то есть ты работаешь где угодно? Абсолютно где угодно, у меня, более того, я тебе могу сказать, что вся моя жизнь, она умещается в чемодан ручной клади. Все вещи, которые мне нужны, камера, свет, одежда, у меня все умещается в ручную кладь, с этим чемоданом ручной клади я могу поехать в любую точку нашего земного шара и абсолютно комфортно себя чувствовать. Над чем вы сейчас работаете? У меня просто есть несколько направлений моей деятельности. Есть деятельность медийная, про которую там знают все, это блог на ютубе, и там все более-менее постоянно. Это различий там travel контент, сложные какие-то репортажи, темы, новости, то есть это все происходит в таком непрекращающемся режиме много лет. Но не этим единым я живу, есть еще у меня ряд различных бизнесов, и вот прямо сейчас я одной рукой, можно сказать, даю интервью, другой мы сейчас запускаем такие travel-гайды, путеводители. Это новый проект, который я последние несколько месяцев готовил. Я решил немножко сделать выжимку из всего своего богатого опыта перемещения по миру, сделать такие путеводители по некоторым городам. Это новый проект, который прямо должен выйти и выйти. Может быть даже выйдет, пока мы будем с вами записывать интервью. Но когда он опубликуется, уже точно выйдет. Ну и помимо этого есть еще несколько бизнес-проектов. Например, проект «Вместе», где мы пытаемся объединить людей, которые уехали после начала. И как-то сделать им какую-то среду для общения. Ну и есть еще какие-то бизнес-проекты, которые тоже занимают время. Помимо блогерской деятельности, что-то можно выделить? Потому что я помню, что у вас появляются иногда ситуативные яркие бизнесы. С елками достаточно ярко была история несколько лет назад. Сейчас что-то подобное делаете? Во-первых, елки это сезонная история. Она никуда не делась. Елки были в прошлом году. Елке уже 7 или 8 лет. Просто каждый новый год я привожу елки. Единственное, в этом году елок не будет. Потому что елки попали под санкции. Мало кто знает. Мало кто знает, но мы возили елки из Европы. Потому что в России нет елок. Это удивительная история. В России есть семена. И Европа закупает семена елок у нас. И выращивает елки у себя в Европе. А потом нам уже везут как деревья. Так вот. Проблема в том, что санкции написаны так, что там есть два вида деревьев. Есть деревья с корнями, то есть саженцы. Их можно возить. А есть деревья без корней. И они попадают в раздел всяких пиломатериалов. Что-то такого. И елки, новогодние елки, они попали в раздел пиломатериалов. Их теперь нельзя возить. Все. Елки под санкциями. Контента вы выпускать за полтора года последние меньше вообще не стали, насколько я понимаю. Понимаю. Нет, нет. А почему надо меньше выпускать контента? Не, ну обычно это связано там с какими-то финансовыми причинами. Может быть, с какими-то личными там причинами. Знаешь, многим было трудно говорить. А у тебя вот такой конвейер, прямо настроенный. И, ну, по моим ощущениям, там точно трудится человек 30-40, наверное. Вот. Потому что, ну, большие сложные форматы, длинный монтаж. Над каналами и над проектами работает несколько десятков человек. Я не могу сказать точно, сколько их работает. Потому что разные проекты, там, люди там работают, там, с дельным, с фрилансерами работаем. На постоянке не так много, на самом деле, народу. И, да, да, это большая команда. А относительно того, что контент там не переставал выходить. У меня, я как бы работаю, ну, занимаюсь тем, чем я занимаюсь, много лет. И до этого у меня не было там YouTube, у меня был там живой журнал. И я там в живом журнале, наверное, лет 15. Наверное, если не больше. То есть где-то с середины нулевых. Я себе завел блог там на ЖЖ. И когда у меня был ЖЖ, я выпускал три поста в день. То есть я каждый день в 10 часов, в 2 часа дня и в 6 часов вечера у меня выходил какой-то пост. Это не просто какая-нибудь заметка, там, я почесался. Вот. А это там было много фотографий. Иногда там 30-40 фотографий каждый день. Потом какой-то большой фотоотчет. Какой-то текст, который я писал. У меня не было ни одного дня, который бы я пропустил. Вот, что там, ну, ничего не вышло. Я просто приучил себя вне зависимости от того, какое у тебя настроение. Болеешь ты, плохо тебе, у тебя там депрессия, у тебя какие-то личные сложности. Что-то происходит, неважно, да. Ты просто как часы в 10, в 2 и в 6 часов у тебя должен выйти материал. Как выходят вечерние новости. В любом состоянии ты должен работать. Это как работа. Я воспринимаю свой блог вот так, как работают большие медиа, как работает там телевидение. А откуда такая дисциплина у тебя, Илья? Если бы ты знал, как я в других аспектах своей жизни, насколько я недисциплинированный человек. Откуда у меня такая дисциплина? Да нет, ну просто я не знаю, как это другие люди, но если ты сам себе не выстроишь какие-то правила, просто такие жесткие, которые вот нельзя нарушать, да, то лично я не могу делать вообще ничего. То есть как только я дам себе какое-то послабление и скажу, что ну вот может на этой неделе выйдем, а может там на следующей выйдем, ну или как-то так, да, то это не выйдет уже никогда. Это я вот занимаюсь бегом, помимо всего прочего, и когда я готовлюсь, например, к марафону, или к какому-то важному для себя забегу, у меня есть там тренер, у меня есть план, и мне там тренер говорит, ты завтра должен там пробежать там 30 километров, вот, и за такое-то время, и все. И я в этом, где бы я ни находился, я бегу, несмотря ни на что, то есть вот раздвигаю все время там, не знаю, самолета, не самолета, я делаю, потому что у меня есть соревнования, у меня есть четкий план тренировок, и я понимаю, когда у тебя плана нет, когда у тебя нет соревнований, к которым ты готовишься, я там, вчера мне надо было побегать, я такой, я с утра просыпаюсь, и в итоге я пошел только после обеда, да, потому что ну зачем, ну можно же не бегать, а куда спешить, а можно завтра, а можно сегодня пропустить, и ты не можешь вообще делать ничего, поэтому надо выстраивать жесткие правила, жесткую дисциплину, это единственная возможность, чтобы что-то получилось. Производство контента, это все равно вещь достаточно эмоциональная, за полтора года после начала спецоперации у тебя вообще не было, ну, ни просадок, по-моему, только выросла вовлеченность, аудитория увеличилась. Выпускать контент, это действительно непросто, и люди, которые там часто пишут, что ой, это работа, иди там на завод поработай, и все, ну, то есть они не очень понимают, что такое даже просто два часа говорить на камеру, там два-три часа, это действительно выматывает, это забирает там много сил, и потом бывает после записи какого-нибудь, я не знаю, у меня каждый воскресенье выходят новости, я их по пятницам записываю, и после записи новостей, а запись там длится 3-4 часа, ты потом хочешь просто день молчать, ничего не говорить, не думать, потому что, ну, отнимает много сил, но еще раз, да, я просто приучил себя эти силы находить и в любой ситуации это делать. Более того, да, такой есть немножко циничный момент относительно журналистики, да, то, что когда происходят какие-то события, да, вот как сейчас идет главное событие, которое вот уже столько длится, и то, что для простых людей это зачастую там трагедия, у них рушится жизнь, они не понимают там, что происходит, это я говорю там про людей в России, потому что в Украине там вообще все иначе, и там уровень того ужаса, который происходит, он не сопоставим с тем, что происходит в России, но тем не менее для журналистов подобные события это как раз вот та работа, тот азарт, который вот в простой мирной жизни его многим не хватает, да, то есть ты все равно подсаживаешься на какой-то вот такой наркотик в виде там новостей, каких-то событий, каких-то ЧПЛ, что тебе нужно просто, что-то происходит, у тебя просыпается там вся редакция, это может быть там 2-3 часа ночи, все там мониторят ленты, пишут, берут какие-то комментарии, и ты оказываешься в таком вот драйве в рабочем состоянии, на который это как вот такой определенный наркотик, ты на него подсаживаешься, и потом тебе начинает очень не хватать. Именно же поэтому, да, вот люди, которые уходят в журналистику, и они не просто там пишут обзоры каких-то новых выставок и ресторанов, да, они начинают писать про политику, про какие-то конфликты, они с этого не могут соскочить, они с одной войны едут на другую войну, они там с одного стихийного бесит на другую стихийное бесит, потому что, когда ты все через себя это пропускаешь, тебе потом без этого становится уже там немножко сложно жить. Ты зависимый в этом плане человек, получается тебе все время надо быть в эпицентре событий, то есть, условно говоря, у тебя забери гаджеты, посели тебя в шикарном отеле на роскошном газоне, ты сойдешь с ума? Естественно, смотри, у меня есть, я же путешествую по миру, да, я объехал весь мир, у меня есть четыре страны, в которых я не был, и одна из этих четырех стран, в которых я еще до сих пор не был, это Мальдивы. Сама мысль, вот что мне нужно поехать на Мальдивы, она настолько меня угнетает, то есть, потому что Мальдивы как раз то место, куда тебе надо приехать в отель, и там как минимум три дня сидеть на каком-нибудь островке с этим пляжиком, сидеть в этом отеле, у меня мысль эта настолько угнетает, настолько мне от нее просто плохо, что я не знаю, как я окажусь на Мальдивах и когда, возможно, если что-то там случится. Конечно, не хочется об этом думать. Какое-нибудь событие, нашествие беженцев на Мальдивы, вот приплывут с какой-нибудь, с других островов приплывут десять тысяч беженцев, и они заселятся, захватят эти отели роскошные, заселятся там, и я сразу вылетаю, буду про это снимать. Вот, но ехать отдыхать, для меня, не знаю, вот честно, не могу себе представить. Я не отдыхаю, я не помню, когда я отдыхал на каких-то вот таких вот пляжных отелях, курортах, несколько дней там с детьми заезжал, потом сбежал, оставил детей родителям. Уса, а что еще за три страны остались? Это Ливия, это Северная Корея и это Тувалу. С Тувалу может вопрос разрешиться, ребята уходят под воду, они тонут. Ну, в смысле, если ты не следишь за новостями, это такой в океане атолл, у них из-за вот этого всего потепления поднимается уровень океана, и они скоро, по прогнозам ученых, уже там к 50-му году, они будут непригодны для жизни, они уйдут, вся страна уйдет под воду. Вот, поэтому, может, скоро с Тувала вопрос решится естественным путем. С Северной Кореей не решится у тебя вопрос? Смотри, с Северной Кореей у меня просто... В чем проблема? Что сегодня, когда ты попадаешь, ну когда ты едешь в Северную Корею, ты едешь с этим туром, и я смотрю репортажи там различных коллег, кто туда как-то едет, все снимают все одно и то же, да, все едут по одной и той же программе, живут в одном и том же отеле, рассказывают одни и те же вещи, вот как за ними следят, как не разрешают делать то, но они, когда едут в автобусе по какой-то дороге, снимают аккуратненько из окна, как какая-то лошадка запряженная какой-то печкой буржуйкой на дровах едет, и вот они понимают весь ужас жизни в Северной Корее. У всех одинаковая история. Я думаю, даже эта лошадка часть декорации, которую показывают туристам, чтобы они почувствовали, что они что-то запрещенное там сняли. На самом деле это актер какого-то северокорейского театра, его там выпускают перед туристическим автобусом, но это лошадки и какие-то такие чумазенькие детишки там пробегают, чтобы их люди из автобуса сняли и подумали, что о, мы нарушили правила, что-то сняли. Часть такой игры. Не знаю, мне пока не очень интересно в этом спектакле участвовать, я тоже жду, когда что-то поменяется, когда оттепель там настанет. И тогда будет действительно интересно приехать и посмотреть, ну как-то независимо, что на самом деле там происходит. А участвовать вот в этом цирке, когда тебя там за ручку водят на экскурсии, посмотрите, как у нас тут все, как в зоопарк сходить. Мне это не очень пока интересно. А в Ливии? А в Ливию довольно сложно. А попасть у меня была виза, я сделал визу, и я должен был туда поехать в феврале 22-го. У меня уже была виза, но началась. И пришлось отменить. Надо сейчас опять делать визу, очень сложно делается виза. Ну, надо будет этим заняться. Ты в каждом своем интервью говоришь про то, что не сталкивался нигде с прямо ярой русофобией. Я просто хочу еще раз проговорить эту мысль. Где-то к тебе относились плохо из-за того, что ты русский? Ко мне нет. Во-первых, я всегда говорю, что я из России. Потому что некоторые ребята почему-то начали стесняться и стыдиться, что они из России. Кто-то говорит, что я из Урала. Я из Сибири. Это вроде как не Россия. Нет, я из России. У меня российский паспорт. Я с гордостью каждый раз, кто бы где меня не спросил, в Америке, в Европе, откуда ты? Я говорю, я из России. Ни разу у меня не было, чтобы в лицо тебя как-то дискриминировали. Чтобы тебе сказали, мы не будем тебя обслуживать. Или, ах ты сволочь такая, получай за свое Путина. Один раз было, знаешь где? У меня была пересадка в Панаме. Это было только вот... Только началась. Может через месяц или через полтора. Была пересадка в Панаме. У меня было там, по-моему, десять часов. И я хотел выйти. А там безвизовая история. Как раз с русским паспортом. Безвизовая история в Панаме. И я иду на границу. Ну, даю пограничник. Он смотрит русский паспорт. Говорит, гражданам России въезд в Панаму запрещен. Все, пошел он. Иди сиди в своей транзитной зоне. И не показывайся нам здесь. Вот. И человек так очень возбудился. И просто сказал, русский паспорт. Ни в какую Панаму ты не попадешь. И это. Я начинаю гуглить. Нигде не написано, что запрещено обещать с русским паспортом. Ну, я пошел на другой паспортный контроль. Там два терминала. Перешел из одного терминала в другой. И вышел через другой совершенно нормально. Меня поприветствовали. Добро пожаловать в Панаму. Ну, я так понял, у чувака там что-то личное было. Не знаю. Может быть, у него там какие-то родственники в Украине. Он просто очень лично все это воспринял. Но, конечно, то, что дискриминация есть с точки зрения такая вот неперсональная. Когда тебя там блокируют в сервисах. Когда тебе не дают там регистрироваться. Меня там забанило Airbnb. У меня там еще какие-то кучи каких-то таких вот сложностей. Ну, это, конечно, во-первых, все грустно. Это неправильно и совершенно непонятно, почему там различные компании позволяют себе так вести. Ты можешь выделить какую-нибудь страну, которая сегодня наиболее толерантна к иммигрантам и где есть возможности зарабатывать? Слушай, возможности зарабатывать есть там так или иначе везде. Все зависит от того, чем ты хочешь заниматься. Страны толерантны к иммигрантам. Ну, они тут ничего не меняется. Это традиционно, я не знаю, какие-то Соединенные Штаты Америки. Страна мигрантов, они очень толерантны к иммигрантам. Они очень толерантны и к русским и так далее. Нет вообще никаких проблем. И опять же, зарабатывать там можно замечательно. Какие-нибудь там Арабские Эмираты. То есть это 90% Дубая это экспаты, люди со всего мира. Немножко своя специфика, но люди приезжают, делают бизнес, зарабатывают. Кто-то конечно разоряется. Никакого такого там универсального правила, что тут приехал, воткнул палку и она будет тебе три раза в год бананы давать, такого конечно нет. Это вот те страны, куда надо легко приехать. С Европы посложнее. В Европе все такое уже устоявшееся. Европа сегодня, она мне больше напоминает какой-то такой музей, где уже есть там свои смотрители этого музея, а ты там можешь быть только в виде посетителя. А если ты захочешь в этом музее как-то остаться на ночь, то возникнут определенные сложности. Тем не менее, даже в Европе есть какие-то страны, которые относительно лояльно относятся к приезжим. Не знаю, те же самые там Испания очень много, почему людей это в Испании, да, там легко получить всякие виды нажительства, визы и начать там как-то работать. Нидерланды, да, потому что и говорят они на английском языке и тоже привлекают много людей. И в Нидерланды там очень много уехало русскоязычных ребят, и что здесь пытаются делать. С Великобританией стало гораздо сложнее, особенно с русским паспортом, Великобритания сейчас не рада видеть даже близко тебя с твоим русским паспортом. Вот, по Азии не могу сказать, Таиланд всегда был велкам и много там кто что делает, но это уже там своя какая-то там специфика. Ну так, номер один как было там как-нибудь США, Эмираты, куда все ехали, просто самое простое, да, где тебе легко получить там документы, все сделать и все будет окей. У тебя есть примеры людей, которые уехали за границу вот за последние там полтора года и уже у них началось что-то получаться? Очень много, и при этом, вот имеется там история, да, что когда началось мы с моим партнером там созвонились и деловым, да, и решили, ну и начали там, куда будем переезжать. Он был на тот момент с девушкой в Португалии, я был на тот момент в России, и он такой, давай, надо куда-нибудь сейчас переместить там базу, еще что-то делать. И я говорю, давай в Голландию, давай в Амстердам, как раз потому что там, ну все говорят на английском, высокий уровень жизни и все остальное. Вот, и мы туда приехали, мы с ним встретились там через неделю в Амстердаме, вот, и в итоге ему все понравилось, он остался, он получил вид на жительство, открыл свою компанию, какие-то сейчас у него уже бизнес в Голландии, он там снял себе дом, причем у него все хорошо, он прямо стал европеец, врачи свои тут есть, машина какая-то он снимает, какие-то велосипеды, еще что-то. А я как был вот с китайцем, так и остался, приезжаю, какие-то вещи у него мои лежат, удобно теперь. Слушай, я не первый раз слышу про Голландию, а там какие-то выгодные условия для предпринимателей или там недорого открыть компанию, почему вот именно эту страну из западной такой старой Европы выделяют? Слушай, я не знаю, да, у меня не было опыта открыть никаких компаний в Голландии, я здесь наверное могу глупости наговорить. Насколько я знаю, в чем здесь история, что во-первых это язык, потому что Голландия, ну Нидерланды единственная страна в Европе, где практически все население свободно говорит на английском, ты можешь сюда приехать без знания языка, ну помимо Великобритании, да, в Великобритании понятно, без знания языка начать можно вести полноценную жизнь. И это очень удобно, потому что там Франция, Испания и так далее, без языка тебе там сложно. А в Голландии там полицейские, служащие в банках, сотрудники доставок, чего угодно, все говорят на английском, поэтому тебе как бы с английским языком это делать проще. Потом у них, насколько я знаю, неплохие программы по привлечению хай скилл мигрантов. Многие поехали работать, кто уже работал в каких-то международных компаниях. В Голландии вроде бы у них есть налоговая история очень хорошая, как раз для этих хай скилл мигрантов, там на несколько лет, по-моему на 5 или на 7 есть рулинг налоговый, то есть ты не платишь налогов ни с чего со всех своих доходов за рубежом. То есть если у тебя есть где-то какие-то бизнесы, и ты переезжаешь там в Голландию, то, ну понятно, с голландских ты платишь, а со всего остального ты не платишь. Ну примерно как на Кипре, такая же история, где 0% на дивиденды со всех твоих там пассивных доходов иностранных. Ну и еще какие-то истории, что делает Голландию в целом довольно привлекательной страной. Ты видишь какие-нибудь площадки, которые могут стать альтернативой Ютуба хорошей на данный момент? Вот Рутубу, например, ему столько же лет, сколько и Ютубу, он тоже 2005 года рождения, тоже такой же старый. На этом фоне, да, это как два брата, один такой спортсмен, качок, у него все хорошо, а другой наркоман, маргинал, бездомный, сидит такой грустный, казалось бы. Да, и тут подписчикам надо выбрать кто из них кто. Я не думаю, что получится запустить Рутуб, потому что, ну, во-первых, там какая-то очень странная команда, она постоянно, кстати, меняется. То есть даже после, вот за последние полтора года, да, как много у нас изменилось, изменилась команда Рутуб по-моему один или два раза. То есть там приходят какие-то люди, пытаются этого дохлого осла как-то поставить на ножки, осел опять падает, ничего не получается. Вот, и меняют команду, ищут вот того фокусника, кто сможет оживить труп вот этого ослика с логотипом Рутю. Пока у них не очень получается, и главная проблема, что у них не хватает ресурсов, чтобы загнать туда пользователей, потому что ценность на площадке не столько в технологиях, написать технологию это там не такая большая проблема сегодня, особенно если у тебя есть безграничное бабло. А вот загнать людей даже с безграничным баблом уже становится сложновато, потому что нужны пользователи. И авторам, которые решают, где им публиковаться, нужно публиковаться на площадке, где есть аудитория. И здесь основная ставка, я так понимаю, сейчас делается на ВКонтакт, потому что у ВКонтакта есть довольно неплохая экосистема с огромным количеством пользователей, они могут дать собственно то, что нужно дать авторам, это трафик, дать какие-то там те самые миллионы просмотров. И у ВКонтакта сейчас есть неограниченное количество бабла на покупку проектов, выкуп эксклюзивов, блогеров и всего остального для того, чтобы сделать эту площадку интересной для зрителей. Другой вопрос, как они это будут делать, потому что я смотрю то, что происходит сейчас, некоторые блогеры уходят во ВКонтакт, там есть какие-то действительно миллионы просмотров. Ну то есть люди публикуют свои ролики и у них там какой-то миллион просмотров. Но по какой-то неведомой для меня причине это какой-то очень странный миллион просмотров. Я не хочу сейчас никого обвинять и что-то там говорить, да, потому что мы как смотрим? Мы смотрим где деньги, где рекламодатели, на каких площадках размещаются. Потому что бизнес, когда он размещает рекламу, он размещает на эффективных площадках, где будет отдача, да, где ты заплатил деньги и ты получил какую-то отдачу, какая есть конверсия от твоей рекламы. Во ВКонтакте люди почему-то не размещаются, ну как-то и размещаются очень мало, а когда размещаются они недовольны. Это вот я смотрю по клиентам, потому что конверсии нет, они говорят на ютубе миллион просмотров и ты получаешь там, к примеру, 100 заказов с этого миллиона просмотров. А ВКонтакте тот же самый блогер выкладывает, у него тот же самый миллион просмотров, а ты получаешь два заказа. Что такое? И там и там миллион просмотров. Мне, у меня есть ощущение, что немножечко с этими миллионами, которые ВКонтакт показывает, это такой тюнинг какой-то. Не знаю, не знаю, может быть просто там другая аудитория. То есть ты думаешь, что это накрутка такая дешевая? Может быть, но мы не знаем, сейчас ребята из ВКонтакте обидятся, подадут на вас в суд, скажут клевета, у нас все честно. Ты подметил, что ВКонтакте выделяет неограниченное количество денег на продвижение своих сервисов и в Москве наружная реклама во многом увешана разными сервисами ВКонтакте. Ты сейчас для них не интересен как иностранный агент? То есть у тебя покупают рекламу какие-то там полу госкорпорации условно говоря или вообще нет? Нет, они уже перестали покупать на самом деле до того, как меня объявили иностранным агентом. Уже до этого многие компании перестали размещаться, потому что у страха глаза велики и некоторые ребята бегут впереди паровоза. И сегодня все боятся, многие бизнес запуган, особенно бизнес, который связан с каким-то госконтрактами, еще с чем-то. Даже я не говорю, то что государство, понятно, государственные компании не размещаются. Какой-нибудь там Сбербанк навряд ли подойдет, даже близко. Но даже многие коммерческие компании, у которых бизнес как-то связан с государством, они все равно боятся и не размещаются. Сильно у тебя из-за этого статуса сократились доходы вообще? Слушай, ты знаешь, сложно сказать, потому что еще раз, и до того, как меня признали агентом, у меня же моя позиция с первых дней ни от кого не скрывал, да, и у меня там довольно высокая доля политического контента, и все прекрасно знали. Поэтому еще до этого некоторые компании начали бояться. Прям, ну вот, мы же ними разговариваем, они говорят, ой, нет, там что-то, там что-то, мы как бы не готовы. Еще не было ни статусов, ни запретов, ничего. Да и сейчас, да, то есть то, что у меня там статус ин агента страшно и ужасно, он же ничего не значит. Это просто там какие-то обременения для меня, для рекламодателя это ничего не значит. То есть ты можешь заказать рекламу, тебе за это ничего не будет, нет никаких проблем. Есть когда там нежелательные организации или там какой-нибудь террориста-экстремиста, да, то есть если ты у кого-нибудь экстремиста разместишь рекламу, или на какой-нибудь нежелательной организации, вам пришьют финансирование каких-то там террористов, да, это прямо уголовное наказание, то есть это прямо нельзя делать. А у ин агентов размещаться можно, но многие компании перестали делать это еще до этого. Поэтому в тот момент, когда мне дали этот статус, да, какие-то контракты отвалились, но нельзя сказать, что это был прямо какой-то критичный обвал. Кроме того, на тот момент, когда меня признали, уже были там сотни ин агентов, и как-то все к этому привыкли, все научились с этим как-то жить, работать, и этим уже никого не испугаешь. Но у меня сейчас, могу сказать, висит какое-то количество контрактов, оплаченных клиентами, которые так очень мило говорят, слушайте, ну давайте мы подождем, сейчас вас снимут, вы же хороший человек, сейчас разберутся, снимут статус, тогда мы выйдем с рекламой. Вот пока мы боимся, вот, но пока давайте вот подождем, они деньги не забирают. А что, есть такие предпосылки, чтобы сняли с кого-то статусы на агента разве? Нет, ну во-первых, давай так, с некоторых людей эти статусы снимают, да, то есть история известна, единичные случаи, в основном, правда, посмертно снимают, возможно, когда я умру, с меня посмертно снимут статусы на агенты, и у нас выйдет наконец-таки отложенная реклама, и безутешные родственники, друзья и так далее отобьют поминки. Команда премию получит, то есть, ну все, на самом деле никто не знает, да, сложно же сказать, мы живем в такое время, давай спрогнозируем, что будет через месяц, а что будет к Новому году, никто не скажет. Может быть завтра что-то кардинально изменится, и отменят все эти людоедские репрессивные законы. Может такое быть, может быть, а может вообще все захлопнут, закроют, и тогда статусный агент вообще цветочки будет. Стала ли продакшн сегодня дороже твоих видео? Потому что, по-моему, вы только наращиваете там объемы производства, и я вижу там дорогие съемки из разных стран, вот сколько может стоить серия видео там из какой-нибудь не самой дешевой европейской, или американской, или азиатской страны? Нет, смотри, большинство контента делаю я сам своими ручками, то есть, у меня есть вот камера, я все делаю сам, и сам снимаю, я сам себе оператор, у меня нет, некоторые мои коллеги, они возят с собой команды операторов, я это не делаю, у нас есть в команде один оператор, который приезжает на некоторые съемки, где-то коммерчески будет выгодно. У нас, когда, например, снимали цикл про Америку, там было четыре видео из Соединенных Штатов, мы с Станиславом Кучером проехали там по Америке, по разным штатам, и пытались показать, как сегодня вот Америка выглядит. И тогда был приглашенный оператор, Кир, Кир, привет, если ты смотришь это, вот, Кир, легенда операторского искусства. И понятно, да, что мы везли оператора из России, потому что оператор в Штатах стоит дороже, чем тебе из России привезти оператора. Потому что в Штатах это, по-моему, там получалось чуть ли не полторы тысячи долларов за смену, ну, за день. Соответственно, ты ешь на 10 дней, тебе только 15 тысяч надо дать там оператору, плюс тебе надо его там еще кормить, возить и все остальное, но все равно на производство там четырех видео у тебя уходит где-то там под 100 тысяч долларов, где-то так. Ну, учитывая там билеты и все остальное, то есть, нет, это на самом деле дорого, да, то есть, если кто-то думает, что это просто снял и все, да, потому что некоторые, знаешь, смотрят, сколько у тебя стоит реклама, а реклама у тебя стоит там 10 тысяч долларов, например, да, или там 30 тысяч, есть там какой-то спецпроект, и все думают, 30 тысяч, ну сколько, ну он 500 долларов потратил там на монтаж, 10 долларов дал там за обложку, что ему нарисовали на видео, а 30 себе в карман положил, и такой вот он классный. Нет, нет, конечно нет, иногда производство этого ролика может стоить дороже и больше, чем тебе приносит реклама. Пока что твои испаноязычные ресурсы это стартап? Мои испаноязычные, амиго, мои испаноязычные ресурсы, это не стартап, это уже, это успех. У меня есть испанский канал на YouTube, и когда я последний раз был в Нью-Йорке, ко мне люди, латиноамериканцы, они меня узнавали больше, чем наши соотечественники, чем русскоговорящие, вот. Когда к тебе, у меня там есть несколько таких моментов, да, когда я иду просто в супермарк, и тут подходят какие-то ребята там из Перу, из Мексики, из Эквадора, и они такие, вау, и начинают с тобой говорить на испанском, я говорю, я не понимаю на испанском, да ладно, как ты не понимаешь, мы ж тебя смотрим на YouTube, давай сфоткаемся. Я последний раз заметил, что в Нью-Йорке внимание со стороны испаноговорящих было выше, чем со стороны русскоязычных, хотя подписчиков там 70 тысяч всего пока. На твой взгляд, я просто когда общаюсь с людьми из креативных индустрий, да, они часто говорят, ну ты программист, тебе хорошо, можешь там куда угодно поехать и там, значит, сидеть со своим компом и работать, или ты там инженер, тебе хорошо, а вот мы зарабатываем русским языком, у нас вот наш заработок, он у нас в душе, мы вот только на нем умеем. А твой пример, то, что 70 подписчиков уже есть, как ты думаешь, 70 тысяч подписчиков, можешь ли ты полностью, вот если направишь все свои силы на этот блог, стать там условно таким же успешным в испаноязычной среде, или нет, или все равно ты так не приживешься там, как для русскоязычной аудитории? Смотри, тут есть как бы несколько аспектов, во-первых, если мы говорим конкретно про YouTube, то успех на YouTube во многом зависит, ну, во-первых, да, безусловно, это качество там контента и понимание того, как работает вообще YouTube, ну, у меня сейчас очень хорошая команда и огромный опыт работы в YouTube, и более того, может это будет очень нескромно, я могу сказать, что у нашей команды, наверное, самая высокая экспертиза в плане работы YouTube, как нужно работать, мы действительно очень много знаем, у нас в команде есть аналитики, мы постоянно мониторим все, что происходит, мы изучаем, как работают там алгоритмы, мы знаем, как успешно запускать контент, и это как бы у нас есть очень хорошая экспертиза в плане YouTube, поэтому выходить на другие площадки, на другие рынки нам уже проще с этой экспертизой, но YouTube это еще и большая там доля какой-то удачи, да, потому что ты заметил мой испанский канал, а у меня еще есть там немецкий канал, английский канал, при этом английских уже штук 15 было, и они не взлетают, потому что очень высокая конкуренция, и есть определенная доля удачи и везения, потому что какой-то твой ролик, он подхватывается алгоритмами YouTube, и ты получаешь какие-то миллионы просмотров и аудиторию, а какие-то проваливаются, не подхватываются, и все это, к сожалению, умирает, вот, поэтому, когда ты выходишь на какие-то конкурентные рынки, русскоязычный рынок, он очень простой на самом деле, то есть почему на русскоязычном рынке многие добиваются успеха, потому что он относительно маленький, и там низкая конкурентность, то есть если взять, например, тех же самых там travel-блогеров, их можно там пересчитать по пальцам рук и ног, ну штук 20 наберется хороших travel-блогеров в России, соответственно, конкуренция невысокая, а в англоязычном YouTube их у тебя будет 200 тысяч travel-блогеров, и если какое-нибудь, не знаю, видео про Мадагаскар ты сейчас просто наберешь на русском YouTube, то видишь, там всего 5 видео про Мадагаскар, ну более-менее, которые можно смотреть, их всего 5, и ты понимаешь, что если сейчас делаешь хорошее видео про Мадагаскар, оно у тебя взлетит, просто нет конкуренции, а в англоязычном YouTube у тебя про Мадагаскар там 10 тысяч видео, и конкуренция другая, поэтому совет тем, кто хочет выходить на какие-то другие рынки, ищите ниши, языковые ниши, где аудитория сравнительно небольшая и где малокачественный контент, тогда будет проще. Испанский язык и все остальные языки, я думаю, мы в ближайшее время увидим какую-нибудь очередную революцию, как с нейросетями, ты наверно слышал, недавно появилась какая-то нейросеть, которая дублирует на разные языки. A man is defined by his actions, not his words. And if I wear a candy bobber on my head, it doesn't mean that I'm a woman or a ballerina. Это пока были первые наброски, но уже понятно, что через полгодика-год к авторам вроде меня придут эти ребята и скажут, чувак, теперь ты можешь одним нажатием кнопочки дублировать свой контент на любые языки. А я думаю, даже придет YouTube, YouTube купит вот эти подобные разработки, а дальше то, что сегодня у YouTube есть субтитры какие-то, ты можешь уже сегодня смотреть YouTube с субтитрами на разных языках, он все это переводит, понятно, но через годик YouTube тебе просто скажет, чувак, весь контент всего мира тебе доступен просто на всех языках. И не просто доступен, а он доступен еще, у тебя губки правильно двигаются, там хронометраж там двигается, и это все происходит просто волшебно. Вопрос выхода на другие рынки, он отпадет сам собой, контент просто, люди со всего мира будут смотреть контент со всего мира. Это относительно будущего, но... Это может вообще все кардинально поменять, да? Получаются какие-нибудь блогеры маленькие там, я не знаю, из какой-нибудь страны, где редкий язык могут стать супер популярными и наоборот условно говоря? Если этот супер редкий язык будет поддерживаться алгоритмами, то да. Когда ты делаешь контент, например, для русскоязычной аудитории, ты общаешься с этой аудиторией на понятном ей языке. Ты делаешь отсылки к каким-то там шуткам, к каким-то там понятиям, да, к кино, к анекдотам, да, какие-то еще что-то. И это при переводе, то есть вот с чем мы столкнулись, да, когда мы просто начали в лоб переводить контент с русского, например, на испанский или на английский, мы поняли, что люди не понимают шуток. Ну, по понятным причинам они их не понимают, да, они не понимают там кучу каких-то моментов. То есть, ну, к примеру, ты идешь по двору, видишь сугроб, да, и говоришь, о, вот если сейчас на этом сугробе написать Навальный, его уберут. И в России все понимают, да, почему. Люди в Латинской Америке или там в Америке или еще где-то, или в Африке, они не поймут, кто такой ваш этот Навальный, почему сугроб уберут, вообще что такое сугроб. И это проблема, вот, как с ней бороться пока непонятно, поэтому еще нам, авторам, еще какое-то такое пространство для жизни еще оставляют. С Кацем ты общаешься? Конечно. У нас сейчас в настоящий момент немножечко деятельность разошлась, он больше занимается какими-то политическими историями, они мне не очень интересны, ну, в том виде, в котором ими занимается Максим. Потому что он там, насколько я понимаю, он сейчас сделает какие-то там союзы, пытается как-то, фонд борьбы ФБК, фонд борьбы с Кацем, они там борются, как-то еще что-то. Если честно, мне немножко такие вот истории утомляют, и я за ними не очень слежу, и не очень они мне интересны, но за деятельностью Максима слежу. Мы с ним общаемся скорее исключительно как старые приятели, когда у нас есть такая возможность, можем обсудить какие-то дела, политическую обстановку, съесть кусочек мяса, вот. Хотел сказать выпить вина, но Максим не пьет. Утомляют, потому что тебе кажется, что это такое что-то бесполезное? Смотри, я же сказал, я получаю удовольствие, вот мой наркотик, это когда от твоих действий что-то меняется к лучшему. А когда ты заходишь вот в какие-то определенные политические объединения и все остальное, ты понимаешь, что от твоего действия не только к лучшему все не меняется, а начинается куча всякого говна вокруг. Интриги, ссоры, еще что-то, какие-то конфликты, нужно кого-то победить. Мне это, ну просто мне на это не очень хочется тратить свою энергию и силы. Мне, я лучше пойду, не знаю, траву покажу. Вот прямая, мне нужен быстрый результат. О бизнесах каких-нибудь сегодня думаешь, помимо контента? У нас сейчас запускаются вот travel guide, ну это можно тоже сказать контент, но это какой-то отдельный продукт, который довольно сложный. Вот, потом у нас сейчас, у меня есть проект вместе, который мы сделали, вот, и сейчас там, если все нормально будет, мы привлекаем туда инвестиции. У нас там, вроде, сейчас уже первый раунд, он должен вот-вот состояться, и там будет что-то невероятное. Пока не буду говорить, но это будет, если все получится, как мы хотим, это будет очень крутой проект, который объединит людей, которые были вынуждены уехать, и сейчас разбросаны по миру, и сильные, всем поможет. Это вот из таких проектов. У меня есть, там, мы кофе делаем, мы делаем, я делаю одежду, то есть у меня есть там мерч, разные там коллаборации с известными художниками. Есть такой художник, я сейчас боюсь ошибиться, Александр Балунов. У меня есть мерч, мы делаем мерч с разными современными художниками российскими сегодня, делаем там одежду и всякие штуки. Поэтому у меня есть много разных бизнесов, которыми я занимаюсь, да. Как ты думаешь, возможно ли такая ситуация, при которой ты приедешь в Россию и будешь заниматься какими-то социальными, административными проектами? Относительно того, чтобы что-то делать, я спокойно делаю, без каких-либо тендеров и работы с государством. У меня есть, например, фонд «Внимание», может быть ты про него слышал. Это фонд, который я основал, который занимается восстановлением и сохранением исторического наследия в России. Мы реставрируем здания, мы восстанавливаем от каких-то маленьких вывесок и каких-то дверей до полностью каких-то объектов. Мы уже много лет работаем, работаем по всей России. Мы работу не прекращали, хотя с начала у нас много сложностей с фондом, в плане сбора пожертвований и всего остального. Потому что отключили карты иностранные, людям стало сложнее делать какие-то пожертвования, у нас много донатов отвалилось на фонд. Но мы до сих пор работаем и делаем российские города, на мой взгляд, лучше и сохраняем русскую историю, русскую культуру. А если бы тебе предложили какую-нибудь должность в политической структуре Москвы, какого-нибудь района Подмосковья? Сейчас это невозможно, по сегодняшним временам это абсолютно невозможно, потому что сегодня никакая политическая должность в России невозможна без одобрения, либо без как минимум капитуляции, что ты в эту ситуацию никак не вмешиваешься и принимаешь это кое-как есть и молчишь хотя бы. Я не могу, не считая, что это правильно по совести молчать, и тем более невозможна некая поддержка. Поэтому для меня в сегодняшней ситуации любые дороги куда-либо и мое приглашение куда-либо, они конечно же закрыты. Когда времена поменяются, тогда мы будем смотреть уже по ситуации. Если мы доживем до того прекрасного времени, что в России появятся нормальные независимые свободные выборы, что в России появится опять свобода СМИ, немножко как-то заработают государственные институты и можно будет нормально заниматься какой-либо работой, не идя каждый день на какой-то компромисс на сделку совестью, не давая каких-то взяток, не участвовать в каких-то гнусных делишках, не фальсифицируя выборы и так далее. Тогда безусловно я вижу для себя возможность пойти и заниматься каким-то прямым созидательным трудом на благо какому-то городу или на благо страны. Но сегодня это невозможно. Ты столько всего выпускаешь на ютубе, а успеваешь что-то смотреть сам? Да, безусловно. Вот я, например, сегодня перед тем, как у нас началось интервью, я начал смотреть новый фильм Леонида Парфенова по 36-му году, по-моему, вышел. Последний его ролик из замечательного цикла «На медни». Я много чего смотрю, но в основном это либо интервью, либо научпоп, либо какие-то такие каналы. Последняя книга, которую прочитал, можешь выделить? Слушай, я начал читать Михаил Фишман, он просто как раз за моей спиной, преемник, он мне ее подарил, это последняя книга, которую я начал читать про Бориса Немцова. Ну и про нашу историю. Вот это прямо книга, которая сейчас у меня в полуоткрытом состоянии находится. А до этого был Гуриев «Диктатура обмана» про то, как устроены политические процессы были до недавнего времени в России, сейчас она немножко потеряла актуальность в связи с последними событиями. Но, опять же, книга очень интересна для того, чтобы понимать политику и понимать то, как устроен мир, всем рекомендую. Какие-то плюсы сейчас есть, которые, может быть, люди в России не ценят? Плюсы, безусловно, есть. Слушай, в любой стране есть плюсы. Есть плюсы, которые, к счастью, не зависят ни от кого, в виде природы, культуры, замечательных людей. Конечно, человек, кто вырос в русской культуре, всегда и везде будет этого не хватать. То есть, это действительно то, почему многие мигранты тоскуют, и с чем они, находясь в любых максимально комфортных для себя условиях, все равно это будет тебя не отпускать. Но это для тех людей, кому-то прямо важно, я не говорю про себя. Есть плюсы, которые образовались в том числе и в экономике. Сегодня многие рынки начали расти, и многие рынки стали менее конкурентными, чем были до этого. И для людей, кто еще вчера там не мог начать свой бизнес или что-то попробовать, сегодня открываются какие-то окна возможностей. Там, например, с тем же самым IT. Да, когда уехало большое количество айтишников высококвалифицированных. Те люди, которые вчера подносил там чай и выполнял какую-то техническую работу, сегодня они возможно займут позиции, о которых раньше и мечтать не могли. Такие возможности есть. Я знаю у людей, кто ведет в России бизнес, у многих опять же все очень хорошо, кто занимается медициной, кто занимается туризмом. То есть такими сферами, которые абсолютно не зашкварные, они молодцы, потому что они развивают бизнес и пытаются там что-то сделать. А здесь вообще для России непаханное поле, например, в том же самом туризме. Раньше все ездили отдыхать в Европу, есть там в мишленовских ресторанах европейских и отдыхать в европейских отелях. Сегодня в Европу уже спокойно не поедешь, особенно для огромного пласта всяких там чиновников и так далее. Они ищут все те услуги высокого качества в России. В России их не было. И сегодня они потихоньку, насколько я понимаю, начинают там создаваться. Поэтому опять же такой перспективный растущий рынок для тех, кто хотел открыть классный отельчик. Сегодня, может быть, самое время в красивом месте купить землю и построить отель с хорошим сервисом. И, видимо, он будет как-то загружен в ближайшие годы. Это неудивительно, что с одной стороны как бы санкции, моральная сторона вопроса тяжелые, военные действия и прочее. А с другой стороны вот эти новые рынки, развитие туризма. И я вот сколько общаюсь с предпринимателями разными, многие мне говорят, что у них там 22-й год, 23-й по выручке больше, чем 21-й или чем 20-й. Экономика, она устроена довольно сложно. Это, ну, во-первых, российская экономика, она никуда не умерла, это не Рутюб. И, может быть, кто-то мечтал, что она вот как Рутюб загнется. И многие эксперты там нечто подобное прогнозировали, но этого не случилось. И это же такая как бы комплексная история. То, как вводились санкции. Ты говоришь там санкции, санкции. А какие санкции? Что у русских забирают машины, ликвидируют там, при пересечении границы, не пускать никого в Финляндию, теперь там в страны Балтии. Будут еще там телефоны, ноутбуки. Последние, да, просто цирк, который они там устроили. При этом совершенно спокойно продают России там чипы, которые нужны для производства тех самых ракет, танков и всего остального. По-моему, или Wall Street Journal, или New York Times недавно писали статью, что количество ввозимых в Россию вот этих вот чипов для производства этих ракет стало выше, чем довоенно. И производство ракет и танков стало выше, чем было до войны. Потому что все продают спокойно, что Германия ставит рекорды по покупке российских удобрений. Продолжает покупать российскую нефть и газ. Что, может быть, газопровод перестал работать? Опять же, такая долгая история, но все прекрасно понимают, что российская экономика не умерла. Относиться к этому можно как угодно, можно там причитать, можно радоваться, можно ждать и верить. Мы сейчас не про это, но российская экономика не умерла, денег в России много. Российская там власть, она смогла компенсировать себе все те издержки, которые были вызваны с заморозкой активов. То, что они там 300 миллиардов подзаморозили. Ну, почти все эти 300 миллиардов уже вернулись в связи с сверхприбылями с продажей нефти и газа. Которые, опять же, после этого возникли. Поэтому все хорошо, деньги внутри страны есть и вот этот вот эффект закупорки и вот такого искусственного полужелезного такого, если не занавеса такой сеточки, которая сейчас вокруг страны возрастает, она безусловно дает возможность людям внутри России эти деньги зарабатывать. Они зарабатывают, а что этим людям надо делать, то есть им надо сидеть и как-то грустить, умирать с голоду. Естественно, экономика работает так, что если где-то убыло, где-то прибыло. Вот это вот экономическое, если это можно назвать таким вот чудом, то, что сейчас в России происходит, во многом это было создано руками тех самых европейцев, которые много говорили про важность борьбы с Россией. Например, опять же, много денег в Россию было выведено из Европы, когда началась такая огульная борьба с российскими капиталами. Когда начали, не разбираясь, блокировать счета, блокировать деньги. Ну, замечательно, люди вернули деньги в Россию. Теперь у России очень много денег стало. А минусы главные какие? Слушай, главный минус то, что Россия начала и продолжает ее вести. Главный минус, который сказывается на всем, это изоляция. Изоляция страны, изоляция от цивилизованного развитого мира. Здесь можно сколько угодно рассказывать про подсвинков, сатаны, англосаксы и все остальное. Но не надо забывать, что мы часть этой же самой цивилизации, мы часть европейской цивилизации. Россия это часть европейской культуры, все это очень тесно связано. И разрыв этих связей, мир его не заметит особо сильно. Потому что в плане научном, культурном и всем остальном, Россия не настолько серьезную роль играла в мире в последнее время, чтобы прямо все это сильно заметили. А вот внутри России это будет заметно. И просто эти изменения не сразу произойдут, они будут заметны через 5-10 лет. Можно будет посмотреть, где будет находиться наш космос, где будет находиться наша наука, где будут находиться другие сферы, которые как раз требуют очень тесного взаимодействия. Потому что сегодняшний мир это не... Мы живем сейчас в 21-м, а не в 20-м веке. Это раньше ты мог, не знаю, где-нибудь в 19-м веке делать всякие там тульские самовары, или яйца Фаберже, быть самым крутым на этой планете. Сегодня вот у меня там телефончик есть, и мы прекрасно понимаем, что Америка и Эппл никогда бы телефон сами у себя внутри страны не сделали. Потому что здесь там какой-нибудь чип тайваньский, экран там корейский, сборка китайская и так далее, и так далее. Да, и сегодня любое там производство, любые исследования, любое там нормальное развитие, оно может быть только как часть каких-то глобальных мировых процессов. Исключаясь из этих процессов, ты обрекаешь себя на медленную деградацию, ты просто останешься на обочине истории, поэтому дети наши, которые сегодня остаются в России, да, на короткой дистанции ты можешь там заработать, что-то попродавать, но на длинной дистанции самоизоляция действует деструктивно. Это, мне кажется, главное правдит упущенные возможности. Это годы, возможные десятилетия в некоторых отраслях упущенных возможностей. Мы сильно отстанем, и потом, рано или поздно, когда все это закончится, придется очень долго наверстывать упущенное. С точки зрения урбанистики, вот в какой город стоит отправиться, чтобы увидеть, как все должно выглядеть в идеале в 2023 году? Кто, на твой взгляд, сегодня номер один? Опять же, города разные, да, если брать крупные города, то, наверное, это Париж и Лондон. То есть те реформы, которые там проводятся, Париж, наверное, номер один, особенно они много сейчас делают к предстоящей Олимпиаде, и Анна Дальга, мэр Парижа, она большая молодец, они там делают какие-то фантастические реформы по ограничению трафика, по наведению порядка с экологией, с мобильностью, с транспортом, со всем остальным. Безусловно, Лондон, конечно же, тоже пример подражания. Города более мелкие, Копенгаген никуда не девался. Амстердам, можно сказать, да, но он слишком маленький, такой уникальный, да, чтобы его как-то опыт можно было транслировать на другие города. Лондон и Париж сейчас не самые такие опрятные города, то есть они запрещают электросамокаты, они запрещают двигатель внутреннего сгорания, насколько я понимаю, внутри, но там сейчас нет такого, как там в Швейцарии то же самое, например. Ты сейчас такой, знаешь, ты сейчас такой типичный хейтер из моих комментов. Я бомжей в Париже тебе сниму, или я был в Париже, там насрано, у нас тут чисто. Я приехал в 19 округ Парижа и нашел здесь срач. Смотрите, тут бутылочки, тут всякие банки, пакеты, какая-то одежда, вот так вот. Вот, теперь можно смело не убирать мусор в Мурманске и говорить, что у нас как в Париже. Эта история, она такая, как, многослойная. Потому что если ты говоришь про какие-то комплексные реформы, то это Париж. Если ты говоришь, где лучше всего убирают мусор, то, знаешь, там прогулочный дворик в какой-нибудь российской колонии, он тоже очень чистый. Потому что там вот эти зэки с метлами, они метут, и там очень чисто. А в какой-нибудь казарме, может быть, самые чистые полы, потому что там зубными щетками эти солдатики их тоже там драют. Но это не значит, что там хорошо и замечательно. Действительно, многие европейские города, они не так эффективно решают проблему мусора. Почему они не так эффективно решают? Потому что у этих европейских городов, в отличие... Ну, они же все дураки там, да, и не умеют организовывать работу. Потому что у них там всякие, знаешь, может слышал какие-то ерунда типа права человека, вот они что там все трудящихся там куда-то смотрят, присматривают за ними и все остальное. Поэтому дворник в Париже получает в 10 раз больше, чем дворник в Москве. И, конечно, денег у мэрии, чтобы нанять такое количество дворников, как в Москве, у них просто нет. Поэтому у них может быть где-то более грязно. Но количество людей, которые погибают там на улице от автомобилей, или количество людей, я еще не про Париж вообще говорю, да, которые в тех или иных странах, например, умирают от различных заболеваний, связанных в связи с экологией, да, они меньше, чем в России. Поэтому если мы ставим цель, например, сделать город безопасным, то нужно смотреть на Париж, нужно смотреть там на Осло, на Хельсинки, на скандинавские города, где реально никто не погибает. То есть, по-моему, в Стокгольме даже год назад была история, что за год ни один человек не погиб на улице. Ни один человек не погиб на улице за год, ни за день, ни за неделю, за год. Посмотри на статистику смертности там в России от ДТП. Опять же, смотря, что тебя интересует и с чего ты хочешь брать пример. Если ты хочешь, чтобы у тебя на улицах не погибали люди, а город был удобным, то надо смотреть, опять же, на Париж, на Лондон, на скандинавские города и брать с них пример. Если ты хочешь найти самый чистый город или город, где плитку по пять раз в году меняют, смотрим на Москву и берем пример с нее. Относительно вот того же Парижа, какие реформы ты бы мог выделить, что такого правильного они делают? Смотри, там есть несколько таких принципиальных направлений, которыми они занимаются. Первое, это все, что касается автомобильного движения. Они сейчас закрывают центр для личного транспорта, параллельно они развивают общественный транспорт и все остальное. Они ограничивают скорость, они делают большое количество каких-то пешеходных улиц. Все началось это еще давно, когда, например, набережные сены закрыли для автомобильного движения. Ну и эта история продолжается, то есть они делают город, в котором всем будет удобно. И удобно будет там без автомобиля. Второй момент, это большие реформы в плане экологии. Они очень много там уделяют внимания, высаживают там новые деревья. То есть даже Елисейские поля, все помнят, как выглядят Елисейские поля? Там два ряда этих платанов, по-моему, или три, не помню, с каждой стороны. Вот эта широкая дорога, опять же, с какими-то переходами там наземными и всем остальным. Они сейчас к Олимпиаде собираются даже Елисейские поля переделать, еще больше высадить туда деревьев, сузить еще эту дорогу и сделать их еще удобнее, чтобы можно было вообще эту дорогу переходить где угодно. Кстати, возвращаясь к Москве, вот этой вот чистой и замечательной. Опять же, надо задать себе вопрос, что важнее, что у тебя чистые тротуары, или чтобы, наверное, человек на инвалидной коляске мог самостоятельно, без посторонней помощи, по этому городу перемещаться. Вот мне кажется, все-таки второй, чтобы город был доступен для каждого, потому что если кто вспомнит Москву, мы видим, сколько бабла тратится на эту бесконечную плитку, и вот эти деревья, все эти картинки, которые потом показывают. Но даже напротив мэрии Москвы ты не можешь перейти дорогу. Там подземный переход, там нет ни лифта, ничего, ты не можешь сделать там нормальный переход. Дойдя по Тверской, вот к охотному ряду, ты не можешь к Кремлю перейти без посторонней помощи. То есть, если у тебя там детская коляска или инвалидная коляска, ты не можешь ничего сделать. Там элементарно они не смогли сделать зебру. А знаешь, почему они не смогли ее сделать? Ее предлагали, и в том числе мы предлагали, у меня было много проектов, мы боролись несколько лет, мы бились, чтобы там были зебры, чтобы там были зебры. Потому что Москва это город для чекистов. Потому что Тверская это трасса федерального значения, которую нужно перекрывать, по которой проходят парады, по которой ездят танки, по которой ездят всякие дяди с мигалками. Поэтому никаких зебр там быть не может, потому что простолюдины, они должны как кроты забираться под землю, чтобы в Тверскую перейти. Не дай бог там какую-нибудь танку они помешают проехать с торжественным парадом. То же самое, кстати, с Лубянкой. Вот обрати внимание, когда в следующий раз мимо Лубянки будешь проходить, там какая-то странная такая площадь. Они ее реконструировали, там такая вот плиточка в центре, да, какая-то странная. Там еще елку иногда ставят, к которой нельзя подойти, потому что нет ни одного перехода. И если ты посмотришь, что это такое, то увидишь проект, который изначально делали, если я правильно помню, или Снахэта, или Вест Эйт делала студия. Делали проект реконструкции Лубянской площади, и там должна была по центру стоять каруселька, там должны были какие-то киосочки, фонтанчики. И там должно было быть хорошее общественное пространство, где люди должны были отдыхать. Но потом ребята из всем известного здания пришли и сказали, нам здесь под окнами никакого вашего праздника и каруселек не надо. Поэтому никаких переходов, никакого праздника, вы где-нибудь празднуйте в другом месте. Оно здесь все серьезно. Поэтому площадь осталась, а попасть туда невозможно. Это к слову о том, какой замечательный и чистый город Москва. Чистый в том числе и от людей, которые могут начальству дорогому испортить настроение. Как бы ты свое состояние сегодня описал? Потому что у многих людей там сначала были какие-то невероятные эмоции, переживания, ужас, страх. Сейчас что, привыкание, смирение? Потому что в трендах Ютуба снова юмор, снова музыка, снова все как и было, условно говоря. Мне сложно привыкнуть к тому, что происходит. Потому что каждый день тебе, чтобы к чему-то привыкнуть, это должно как-то войти в свою жизнь, ты должен это принять. Я не знаю, как у других это получается, я принять это не могу. Потому что каждый день происходят те или иные события, которые, как только ты пытаешься со всем этим смириться, они тебя вытаскивают из этой дремы и говорят, чувак, смотри, смотри, что происходит, смотри, что будет дальше. К этому привыкнуть, наверное, нельзя. Учитывая то, что я занимаюсь журналистикой, в том числе и новостной журналистикой, я постоянно через себя пропускаю там огромный поток всех этих новостей и всего остального, и я живу вот в этом таком бодрящем, холодном информационном потоке, в котором еще раз привыкнуть и уютно там устроиться невозможно. Но это там часть моей работы. Какие-то люди, возможно, со всем этим смирились. Наверное, особенно если ты живешь не в России, где-то там переехал в Грузию, в Аргентину, ты можешь отключиться от новостей, не слышать, не видеть, и у тебя там все, наверное, будет хорошо. А в России разве нет? В России, по-моему, тоже большинство вообще привыкло и ничего не замечает. Слушай, но они ничего не замечают, живя в России, пока какой-нибудь там дрон не прилетает к тебе в Москва-Сити, или пока там не объявляют какую-нибудь мобилизацию, или пока, вот я вчера видел такое замечательное видео, ну как в кавычках замечательное, где какие-то мудрые из этого нода, есть такое движение, ходят по центру Москвы с каким-то кадыровцем, там, или глава их там спецназа этого, Ахмат, не знаю, ну в общем, чувак такой в форме, с бородой, вот он типа за чеченцев отвечает. И они докапываются до каких-то девочек, которые хотели в центре Москвы там что-то снять, какие-то тиктоки, видимо потанцевать. И они до них докапываются, что у нас идет СВО, они прямо как ты говорят, вот. У нас идет СВО, а вы тут танцуете, нельзя танцевать. И они начинают оскорблять, они начинают там усадить какую-то травлю. Они там, то есть это обычные подростки, которые, вот видимо, как ты говоришь, от всего абстрагировались. Вот к ним они подходят, и, ну, пока они их не били, но я уверен там завтра, или если бы это был не центр Москвы, а какая-то окраина, да, они бы там и избить могли. Пока они ограничились просто оскорблениями на камеру, унижением их, просто зашугали там этих девочек. Вот, но эти пионеры, они же продолжают там патрулировать Москву, они там творят какие-то свои порядки, свой какой-то беспредел творят. Невозможно абстрагироваться от того, что где-то беспредел происходит, где-то там в интернете далеко от тебя, потому что беспредел, он касается каждого. И он не выбирает своих жертв, он обязательно найдет тебя даже в твоей Москве и в центре твоей Москвы, где ты думаешь, что идет такая простая мирная жизнь. Просто сейчас, может быть, это не всем заметно, но дальше будет больше заметно. Человек привыкает ко всему, иначе он сойдет с ума. Поэтому я вообще говорю всегда своим зрителям, да, то есть, ну, если ты хоть раз видел мою новостную программу, я часто начинаю с того, что мы пытаемся найти свет в конце туннеля, нащупать его, и я стараюсь даже какие-то страшные новости рассказывать немножко с юмором, с какой-то улыбкой. Сразу перейдем к новостям, главная новость, я постригся. И теперь я теряюсь рядом с этими прекрасными подсолнухами, но это по-прежнему я. Если вы думаете, что меня подменили, то нет, я знаю пароль. Я сейчас скажу что-нибудь, что говорю только я. Например, всем пи***ц, и хороших новостей у меня для вас нет. Если сейчас загрустить, впасть в депрессию и так далее, ну, ты умрешь. А нужно не унывать, нужно в любой самой страшной ситуации, во-первых, надеяться и верить, да, и продолжать всегда бороться, потому что как только ты опустишь лапки, как только уйдешь в какую-то депрессию, ну, ты сойдешь с ума, кому это будет лучше? Твоим родным, тебе самому, нет. Сжечь себя очень просто, сжечь там свою психику. Я совершенно замечательно смотрю на то, что люди смотрят юмористические программы, развлекательное видео, что они стараются где-то абстрагироваться и сохранить себя, сохранить свой рассудок, свой разум и себя до какого-то момента, где все это может пригодиться. А это рано или поздно обязательно пригодится. Твой совет при унывшем. Есть вот алгоритм действий человеку, который без офиса, без места жительства, постоянно в скитаниях, находит себе вот стержень созидать. Не унывайте, пацаны! Не унывайте, пацаны, окей. Мой совет тем, кто как-то приуныл, это заняться спортом. Бежим в светлое будущее, да? Да. Как не можешь больше, мы же еще не добежали. Друзья, я желаю вам сегодня просто роскошного денечка, а иначе быть не может. Все будет хорошо, обязательно добежим. Я, кстати, вас всех очень люблю. Я уже даже, кстати, в гайд-парке поплавал сутками. Они вас тоже любят. Хватит на диване вообще! Что это такое? И помните, наш девиз – стоп-грусть! Меня всегда выручал спорт, потому что, во-первых, спорт реально перегружает твою голову и позволяет тебе просто отвлечься от всего, особенно спорт какой-нибудь аутдор. Велосипед, бег, байдарка, даже просто трекинг в горы на несколько дней уйти. То есть спорт, любые там виды физической активности длительные, они просто творят чудеса с нашим мозгом, сразу возвращаешься другим человеком. Я после пробежки возвращаюсь, у меня какие-то рождаются идеи, мысли, сразу хочешь что-то останавливаться, записать. Просто мне это очень сильно заряжает. Во-вторых, спорт позволяет найти тебе классных ребят. Классных ребят, которые тоже спортом занимаются. Найти новых друзей, новые знакомства, где бы ты ни находился. И всегда с поддержкой, когда какой-то близкий человек по духу, по мыслям есть рядом, это всегда проще. Поэтому первый шаг – это берем себя и идем заниматься спортом. Ты себя уверенно сегодня чувствуешь? Слушай, я себя вообще всегда уверенно чувствую. Потому что, ты знаешь, я обнаружил в себе несколько талантов кулинарных. Тут ко мне периодически ходят, когда я хожу к кому-то в гости или кто-то ко мне входит в гости, я начинаю что-то готовить, всем очень нравится. Поэтому я подумал, что если уж совсем все будет плохо, открою ресторанчик или бар, сяду где-нибудь и буду кормить людей. Кормить людей очень круто. Самое, на мой взгляд, благородное занятие. То есть, ты тешишь такую мысль, что сменишь род деятельности когда-нибудь? Почему нет? Я вообще род деятельности меняю постоянно. И советую всем это делать по возможности. Человек же развивается. Если ты занимаешься постоянно одним и тем же, еще на том же самом уровне, то возникают вопросы, не стоишь ли ты на месте. То есть, мне все-таки важно ощущать движение. А движение может быть в том числе и в постоянной смене тем, приоритетов, направлений, в которых ты работаешь. Не всегда кардинальных, но тем не менее. Бывает ли тебе страшно вообще? Слушай, естественно, бывает. Ну, страх – это совершенно нормальная реакция. То есть, бесстрашные, они в результате эволюции не дали потомство. Все бесстрашные быстро заканчивают. Слабоумие, отвага, да, и бесстрашие. Надо еще добавить. Это не лучшие качества. Конечно, мне бывает страшно. И очень… Ну, не часто, но бывает, да. А с чем это связаны? Это какие-то бытовые какие-то вопросы? Или там в Россию прилететь там страшно? Или может быть на съемках что-то экстремальное там? Не, ну давай как, смотри, да. Когда вот после начала ты возвращаешься в Россию и подходишь к паспортному контролю, то действительно страшновато. Страшновато, ну, что греха таить, да. Страшновато ты смотришь на вот этого там пограничника или пограничницу, пытаешься считать их эмоции, боишься, что сейчас там экран загорится красным, и там написано там схватить или что-то что-то такое. Вот, но на самом деле страшнее выезжать. Потому что когда ты выезжаешь, думаешь, блин, сейчас там не выпускать. Потому что тут ты хоть заехал, заехать как это? Проще, чем выехать. Страшно там, ну, не знаю, за детей страшно, когда там они там что-то делают, вот, переживаешь. Страшно, не знаю, к зубному ходить страшно. Ну, давай в финале что-нибудь хорошее, что ты увидел в своих последних поездках, что тебя поразило. Расскажи про какие-нибудь яркие твои позитивные эмоции. Слушай, у меня вообще одни позитивные эмоции. То есть люди почему-то думают, ты знаешь, мне пишут, опять же, мои хейтеры пишут. Может, даже ты мне иногда писал в комментах? Ты думаешь, я твой хейтер? Ну, вот это про Париж, когда ты сказал, что в Париже насраны, я сразу понял, что ты один из тех, кто пишет мне иногда комментарии. Мне кто-то написал, у тебя черная душонка, поэтому ты видишь все только плохое. На самом деле, нет. Я могу сказать, что я недавно побывал в Китае после ковида, как он открылся, я сразу поехал в Китай. Я один из первых, кто получил китайскую визу. Поехал в Китай. Меня, конечно, Китай очень сильно поразил за вот эти вот несколько лет, что они были закрыты. Как они прокачались в плане различных технологий, сервисов, все эти там бесконтактные оплаты, QR-коды. И вот это вот будущее, которое наступило, когда ездят какие-то, то есть реально вот эти вот какие-то киоски, которые ты так чик с телефончиком, и он тебе куросанчик свежий дает, просто тебе на улицу он за тобой подъезжает. И ну очень много всего крутого. Китайский автопром это что-то невероятное. Ну сейчас москвичи с этим волей случая столкнулись с этим уже на улице. Но я все это видел еще когда вот в Китай приехал полгода назад. И был действительно поражен то, как Китай прокачался за последнее время. И сейчас это наверное одна из самых таких удивительных стран. Рекомендую. Китай большие молодцы. Они просто сейчас рвут всех. И страна чудес. Вот сколько всего удивительного, невероятного я там увидел. Вот. Я был просто приятно удивлен всем тем процессом, которые там происходят. Как ты думаешь, вот некоторые эксперты говорят, что мы входим в такой век Китая. Ты с этим согласен, что вот Китай это пожалуй законодатель на ближайшие там многие-многие годы. Их экономика, их тренды, их видение мира. Слушай, сейчас все настолько быстро меняется, что уж навек вперед я бы не загадывал. Да, можно вспомнить, я не знаю, по тем же самым, как там развивались мобильные телефоны. Помнишь, там был Симмонс такая компания, Моторола, вот, Нокия. И все, вот они были, задавали вообще весь рынок. А потом появился Apple и всех прибил. И казалось, ну все, вот Apple никто не догонит, это самые крутые там телефоны. Теперь приходят там китайцы, показывают что-то свое. Кто завтра что покажет и как будет меняться рынок, вообще непонятно. Мы на пороге видимо чего-то удивительного в плане там нейросетей и так далее. Как будет меняться наш мир с нормальной там дополненной реальностью. И со всеми этими технологиями, которые сегодня только показывают. Ну сложно себе представить, на эту тему можно фантазировать. Но вполне возможно, что вообще вопрос будет некорректный. Что Китай задает тон, потому что будет непонятно, а есть ли вообще Китай. И в каком мире мы живем, и как все это выглядит. Хотя с другой стороны, знаешь, ты смотришь на то, что происходит, например, в Украине. И понимаешь, что все эти технологии, и ты собирался жить в будущем. А тут вот ракеты летают, танки. И ни из какого средневековья на самом деле мы еще не выбрались. А все это мишура, которая просто в одночасье может тоже исчезнуть. И уже не до всех этих технологий становится. Поэтому я бы на век вперед не загадывал. Мне кажется, если через век мы человечество друг друга не уничтожим, не взорвем. И хоть как-то сохраним нашу планету, это уже будет успех. Это отличное завершение нашего интервью, Илья. На позитивной ноте.